Крапивка или комнатное растение колиус. Колиус – идеальное растение, которое сочетает в себе восхитительную красоту листьев и простоту в уходе. Иначе его называют цветок комнатная крапивка, на протяжении многих лет он популярен благодаря своей красоте. Крапивка или колиус – комнатное растение. Часто садоводы интересуются, какое из домашних растений похоже на крапиву. В быту можно услышать название «домашняя крапива» вместо колиус. Это связано с тем, что листья колиуса похожи на крапиву. Форма лиственной пластинки в обоих растений схожа. Листва колиуса разнообразной окраски, что не скажешь о крапиве, она только зеленого цвета. При прикосновении растения не жалят и не раздражают кожу. Колиус в народе называют «домашней крапивкой». Как выглядит крапивка, к какому семейству относится. Крапивка – комнатное растение входит в рот вечно зеленых яснотковых, и относится к семейству губоцеветных. Цветок представляет собой небольшой кустик с несколькими стеблями. Высота домашнего растения не превышает 100 сантиметров. Стебли прочные с ребристой структурой. Дополнительная информация, ближайшими родственниками комнатного цветка крапивы являются мята, базилик, душица. В отличие от сородичей сам цветок не пахнет. Цветы мелкие и не представляют интереса для цветоводов. В основном синего или голубого окраса. Колиус – домашний цветок вовремя цветения. Главным украшением цветка является его листва. Она поражает воображение своей формой и расцветкой. Лиственная пластинка может быть фиолетовой, желтой, красной, бордовой. В описаниях растения говорится, что нередко листва сочетают все два, а то и три цвета. Каждый сорт имеют свой неповторимый узор. Это могут полоски, точки, вкрапления. Рисунок может быть как маленьким, еле заметным, так и крупный, с четкой структурой. На краю пластинка имеет зазубрины. Длина листика от 5 до 15 сантиметров. По форме могут быть овальными или форме сердечка. Дополнительная информация, из-за формы листьев цветок получил народное название крапивка. Кратко об истории появления. Первое упоминание о домашнем цветке крапиви можно встретить в индийской мифологии. Именно Индию считают родиной крапивки. Именно в 19 веке семена попали на европейские рынки, затем распространились по всему миру. Первая продажа была зафиксирована в Англии. Стоил он тогда очень дорого. Англичане стали первыми выращивать цветок у себя дома. В дикой природе повстречать крапивку можно в тропических лесах Азии и Африки. Можно ли держать в доме? Вокруг колеса существует много мифов, легенд и примет. Из-за разнообразной окраски листвы растению приписывают мистические свойства. Ранее считалось, что если держать в доме цветок, это приведет к беде и несчастью, а также нанесет вред здоровью. Если растение чахнет и засыхает, то это значит, что кто-то из членов семьи заболеет. А вот если вазон с крапивкой разместить в офисе, это приведет к финансовому росту компании. Если цветок зацветал зимой, жди беды. Некоторые относят его к мужегонам. Считается, что если у девушки дома будет крапивка, то она никогда не выйдет замуж и будет одинокой, пока не избавится от цветка. К сведению, большинство страшных историй возникли из-за того, что колиус часто высаживают на могилы. Если выращивать его дома, то считается, что он притянет болезни и смерти. Все эти приметы и суеверия не имеют научного доказательства. Человеку свойственно приписывать свои неприятности и беды другим людям, растениям и даже предметам. Если возникло желание держать цветок в квартире, то не стоит обращать внимание на приметы и суеверия. Содержание цветка в помещении не оказывает негативного влияния на здоровье. Правила ухода за колесом в домашних условиях. Колиус домашний цветок неприхотлив в уходе. Все, что растению нужно, регулярный полив и подкормка. Обрезка цветку не нужна, он сам формирует крону. Весной и летом куст нуждается в обильном поливе. Стоит избегать застоя воды, это приводит к болезни и гибели растения. Поливать необходимо по мере высыхания верхнего слоя. Зимой количество поступающей воды снижают. Важно, поливать необходимо, только теплой, отстоянной водой. Этот цветок нетребовательный к составу почвы, главное, чтобы она хорошо пропускала воду и воздух. Можно использовать готовый субстрат или сделать его самостоятельно. Для этого достаточно смешать дерновую или листовую землю в равных пропорциях, добавить перегной или торф. Размножение осуществляется семенным и вегетативным способом. Семя сеют в небольшие контейнеры, после всходов рассады пересаживают в отдельные емкости. Подкармливают растения весной и летом. В почву вносят минеральные комплексы, а также органические удобрения, древесная зола, перегной, компост. Каждые два года растения необходима пересадка. Идеальная температура для выращивания плюс 25 градусов. Опасно для цветка резкое снижение температуры. При температуре плюс 15 летом, рост цветка прекращается. Зимой не рекомендуется помещать растения около батареи. Растения не переносят сухого воздуха. При частом опрыскивании прекрасно чувствуют себя в помещении. Место в интерьере. Тропическое растение предпочитает яркое солнечное освещение. Цветной окрас листьев увеличивается, если куст получает много света. Подойдет для него окно с восточной, западной и северной стороны. Если вазон размещен на южном подоконнике, то в полдень крапивку лучше притянить. Прямые ультрафиолетовые лучи могут оставлять ожоги на лиственной пластинке. Благодаря разнообразной окраске цветок может украсить дом. Благодаря карликовым размерам, комнатная крапивка не загромоздит помещение, а наоборот, подчеркнет его достоинства. Украшение интерьера Колиус обладает неоспоримыми преимуществами. Обилие зелени помогает расслабиться после сложного рабочего дня. Очищение воздуха-воздух, гармоничное сочетание с интерьером в любом стиле. Узорчатые листья оживят любой интерьер. Красные или бордовые взбодрят, фиолетовые, наоборот, успокоят. Они прекрасно смотрятся в подвесных горшках и кашпо. Цветок не имеет противопоказаний и подходит для детской комнаты. Растения очищают воздух и приносят много пользы здоровью. Крапива-комнатное растение в интерьере. Распространенные сорта для выращивания дома. Колиус насчитывает около 150 сортов. Среди популярных видов, которые часто выращивают в домашних условиях, можно выделить следующее. Колиус вершафельта, солюс вершафелти. Колиус блюмя, колиус бламей. Оба вида прекрасно подходят для выращивания в помещении. Колиус блюмя, колиус бламей. Колиус блюмя имеет разветвленный тонкий стебель. Со временем нижняя часть его может одеревенеть. Литья растут попарно, крест-накрест. Из-за меленьких ворсинок, бархатный на ощупь. Колиус блюмя относит к гибридным сортам. Среди выведенных искусственным путем сортов можно отметить. Волшебник. Имеет разные оттенки листвы. Оранж. Лиственная пластика имеет лимонную кайму с апельсиновым центром. Черный дракон. Отличается коричнево-лиловым листом, который рассечен алыми прожилками. Кружевной лосось. Листья с красноватым центром и зеленой широкой каймой. Визард скарлет. Листья красные с тонкой желтой каймой. Визард ананас. Листва двуцветная зелена вишневого оттенка. Блюме компактное домашнее растение, которое быстро растет и развивается. Сорт Визард скарлет. Колиус вершафельта, солюс вершафелти. Вид вершафета обладает более крупными листьями и имеет более яркую окраску. Это один из самых первых видов, который был завезен в Европу в еще в 19 веке. В результате селекции появились гибридные сорта. Дарк чоклад темный, как подсказывает название, шоколадный колиус. Блэк дрэгон. Практически черного цвета. Палисандра, представлен листвой бордового оттенка. Совсем недавно были выведены такие сорта, Ройлс Кат, Волтер Тернер, Визлы Тепастри Кримзон Раффалс, Пайнапу Бьюти, варьируют. Не только в мозаичности окраски, но и в форме листьев, от дубовидных Визлы Флейм до острозазубренных Глориофф Люксембург. При неправильном уходе домашняя крапива может страдать от тли, паутиного клеща, щитовки и белокрылки. Важно, при обнаружении вредителей необходимо использовать яда химиката. Колиус, или домашняя крапивка – прекрасное растение, способное изменить любое помещение до неузнаваемости. Ухаживать за ним просто справится даже начинающий цветовод.